Три положительных числа, a, b и c, да? То вы можете построить отрезок длины a, b разделить на c, правда? Кто знает, как? Просто поднимите руку, кто знает, как это сделать? Здесь a, b и c, как построить a, b делить на c? Да, ну, делается это так. Значит, вот пусть это неизвестный отрезок x, так? Тогда здесь написана, на самом деле, пропорция. x разделить на b равно a разделить на c, правда? Вот, поэтому отложив просто, взяв какой-то произвольный угол и отложив на одной его стороне, значит, отрезки a, значит, отрезок a, а на другой стороне отрезок c и отрезок b, да? Вот, мы получим, значит, проведем здесь прямую, да? И проведем через эту точку, вот здесь отрезок b, проведем параллельную прямую, вот, и тогда вот потеряем два леса, да? Из подобных треугольников получится, что x относится к b, как a относится к c, согласно? Вот, это четвертое пропорциональное. Вот, соответственно, если один из отрезков единицы, например, b, да, то мы умеем строить частное, a делить на c. Если c равно единицы, то мы умеем строить произведение a на b, да? Вот, значит, ну, сумму в разность построить совершенно элементарно, откладыванием отрезков друг от друга, вот, то есть мы умеем строить все отрезки, длины которой поражаются с помощью арифметических операций. Вот, ну, предполагается, что у нас фиксированы опять-таки единичные отрезки. Вот, но также мы можем строить корень из произведения длин двухотрезков, да? То есть если у нас есть a и b, то мы можем построить корень из a, b. А это как сделать? Если это h, то h квадрат это a, b, то есть h относится к a, как b относится к h. Вот, и, значит, это h находится как высота в прямоугольном треугольнике с гипотенузой a плюс b. Так, то есть вот строим отрезок длины a плюс b, строим окружность, значит, как на диаметре, вот, и восстанавливаем вот из этой точки перпендикулярно. Вот. Тогда здесь будет прямой угол, а здесь вот эта высота как раз равна h. Исподобие как раз вот этих двух прямоугольных треугольников. Вот. Итак, значит, таким образом мы умеем строить все отрезки, которые выражаются в квадратных радикалах, из отрезков, которые уже есть в нашем наличии, да? Поэтому наша задача построить, значит, косинус 2π на 17, выразить его в квадратных радикалах. Вот. Надо сразу сказать, что, несмотря на то, что это число действительное, так, и, казалось бы, зачем нам комплексные числа, да? И я могу сейчас написать несколько формул, три штуки, написать просто три квадратных равнения, последовательно решив которые, вы выразите косинус 2π на 17. Там будет вот такая длинная формула, вот. Вот. Но там будут только квадратные радикалы из целых чисел. Вот. Однако догадаться до этого без комплексных чисел невозможно. Вот. Значит, ну вот Гаусс в качестве знаменит тем, что в его докторской диссертации 1899 года он окончательно строго доказал основную теорему аугебры. Вот. О том, что всякий Мегаштин с комплексными коэффициентами имеет хотя бы один комплексный коль. Вот. Ну, давайте я кратко все-таки напомню, что такое комплексные числа. Значит. 0 — это выражение вот такой откида A-Bi, где A и B — действительные числа. A и M1, так называемое число, квадрат которого равен минус 1. Ну, понятно, в действительных числах такого элемента нет, но вот можно нарисовать на плоскости, на обычной плоскости. Значит, вот систему координат. Вот 0, значит, 0, вот 1, а вот как раз вот это M1. То есть вот A плюс Bi — это просто разложение вектора с координатами AB. Вот. Вот поэтому B. Вот. И вот такие векторы можно не только складывать, вычитать и умножать на действительные числа, но их можно также перемножать между собой. Вот по естественному правилу раскрытия слов. A плюс Bi. Пользуюсь тем, что 1 квадрат — это минус 1. Комплексные числа можно также делить. Делиться на A плюс Bi. Значит, что такое? Как разделить, если A и B не нули одновременно? Ну, а не нули. Да, на скреженное это много, да. Правильно. Вот. Значит, вот про такие числовые системы говорят, что они образуют поле. То есть это вот множество чисел. который замкнут относительно четырех альфметических операций. Сложение, вычитание, умножение и деление. Ну вот, естественно, с ограничением деления на ноль мы исключаем. Вот, как видите, комплексные числа можно складывать, вычитать, умножать и делить. Так же, как действительные числа. Так же, как, скажем, рациональные числа. Все это примеры полей. Рациональные числа, действительные числа и комплексные числа. Комплексные числа замечательны тем, что любое уравнение, которое имеет вид f от x равно нулю, где f многочлен с комплексными коэффициентами, вот там, x в эндой, плюс a n минус первая x в минус первой, плюс и так далее, а ноль равно нулю, где все коэффициенты комплексные. Вот такое уравнение имеет всегда хотя бы один комплексный коэффициент. В действительных числах это не так. То есть, вот уравнение x квадратом с 1 равеном нулю не имеет решения, да? Но вот как раз оно имеет два комплекса. Плюс и минус i. Ну и Гаусс доказал, хотя раньше тоже были доказательства, но они вполне строгие, что вот всякое такое уравнение имеет хотя бы один комплексный корень. Ну и на самом деле оно имеет n комплексных корней. Значит, нам сейчас эта теорема не понадобится. Нам понадобится ее важный частный случай, который был известен задолго до Гаусса. В начале XVIII века Муавр получил свои формулы умножения, возведения комплексных чисел в степень и извлечения корней из комплексных чисел. Это 1707 год. Знаменитые формулы Муавра. Они основаны на том, что на геометрическом смысле умножение комплексных чисел. Вот комплексные числа замечательны тем, что вот это умножение, которое я здесь написал, его можно геометрически себе представить, если записать комплексное число не в геометрической форме, а, как говорят, в тригонометрической. Для этого надо от Декартовой системы координат на плоскости перейти к полярнам. Значит, в Декартовой системе координат каждое комплексное число задается двумя точками абсциссы и ординаты, вот A, B, а полярная система координат, это что такое? Это мы тоже самую точку, отличную от начала координат. Задаем другими двумя параметрами. Это радиус вектором, то есть расстояние до начала координат, и вот этим вот углом. Углом от положительной половой оси абсцисс до, собственно, вот этого радиуса вектора этого числа. Значит, в комплексных терминах R называется модулем, числа A, B, I, 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 I называются аргументами. Соответственно, тригонометическая форма комплексного числа имеет такой вид. Значит, A плюс B, I, R, на косинус P, плюс I, синус P. Значит, если вы перемножите два комплексных числа, вот я возьму только числа по модулю равны единице, да? Понятно, что модули просто перемножаются, вот, а давайте посмотрим, что происходит с аргументами, то есть вот с этими углами φ, да? Итак, вот я взял одно комплексное число по модулю равны единице, и хочу его умножить на другое комплексное число, тоже по модулю равны единице. По формулам тригонометрии, да, получится в точности... Ну, понятно, что, на самом деле, про это надо рассказывать подробней, вот, но у меня сейчас нет такой возможности, поэтому, значит, я просто вот такой краткий синоксис, что называется, сейчас сделаю. Вот, значит, вот при перемножении комплексных чисел их аргументы складываются. То есть вот мы получаем такой замечательный геометрический смысл умножения на комплексное число. косинус φ плюс и синус φ, это просто значит повернуть на угол φ. Вот. Значит, ну отсюда получаем в качестве следствия вот такую формулу. косинус φ плюс и синус φ. То есть, n раз повернут на угол φ, это все равно, что 1 раз повернут сразу на угол n φ. Вот. И отсюда получаем, в свою очередь, формулу для извлечения корней из комплексных чисел. То есть мы можем с вами решить любое уравнение вида х в степени n равно заданному числу а комплексным. Но нам сейчас вот достаточно будет научиться решать уравнение х в степени n равно единице комплексных числах. В действительных числах вы знаете, что такие уравнения имеют либо одно, либо два решения. В зависимости от четности числа n, да? Если n нечетно, то только х, равное единице решение. А если n четно, то два решения. Плюс минус один. Вот в комплексных числах. Такой многошелет, х в энд и минус один, всегда имеет n корней. И вот, чтобы их найти, давайте воспользуемся формулой mo. Значит, если х это r косинус phi плюс i sin phi, то легко видеть, что r в энд и равно единице. И отсюда следует, что r равно единице, да? Потому что r это просто положительное число. Вот. То есть я подставляю вот эту запись сюда. И cos n phi плюс i sin n phi По формуле mo, да? Это как раз вот это выражение в степени n. Должно равняться единице. И, приравнивая действительную именимую часть, мы получаем, что точка с n phi просто равна единице. Ну, sin phi практически равен n. Вот. А раз так, то, значит, вот мы находим, что такое, находим, чему равна n phi. Это просто два пика для некоторого целого k. Вот. Значит, phi равно два пика делить на n. То есть вот мы нашли с вами все аргументы вот решений нашего уравнения. Мы видим, значит, что это число вида два пика делить на n. Ну, различных их как раз n штук, да? Потому что когда k, если вы k прибавите 2n, то, естественно, если вы k прибавите n, то, значит, получится то же самое значение cos phi плюс sin phi, потому что cos sin два – это периодические функции. Вот. Так что здесь просто разные n чисел, и они делят единичную окружность на n равных частей. Здесь вот, например, на том слайде были изображены корни пятой степени из единиц. Вот здесь в точности нарисованы корни пятой степени из единиц. Один из них обозначен буквой ω, остальные, соответственно, ω в квадрат, ω в куб, ω в четвертой. ω в пятой – это уже единица. Вот. Так что это вот решение той задачи, но вот просто на комплексном языке. Вот. Значит, ну вот это вот кратко о комплексных числах.